Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness Psychology. Подписывайтесь все на мой инстаграм. Потому что там я иногда выкладываю такие вот интересные видосы про питание, которые на YouTube иногда не попадают. Также там есть мой лайфстар. А, соответственно, сегодня я хотел бы поговорить с вами вот о чем. Очень часто вы приходите, соответственно, непосредственно к врачу и считаете, что у вас где-то, допустим, здесь, вот в этой точке, допустим, на 95% или на 80% стоит какой-либо показатель крови. Да? И это может быть не только глюкоза. Сейчас, чуть позже я объясню на примере именно глюкозы, почему именно, в общем-то, врач вас отправляет на дополнительные обследования или начинает лечить. Но давайте пока от глюкозы абстрагируемся и представим, что вот это абсолютно любое референсное значение любого какого-либо анализа крови, которое вы сдавали. Ну, допустим, это может быть индекс антрогенности, то есть это может быть история про, допустим, ваш холестерин. То есть напоминаю, что там и протеиды низкой высокой плотности, и триглицериды, и холестерин вообще издается. И еще есть анализы, поэтому, соответственно, не нужно смотреть, опять же, на холестерин, как только на такой показатель, понимаете, единственный, да? То есть вот вроде как есть холестерин, единственный показатель, вы его сдали, опять же, вы увидели, что он где-то там, допустим, там в середине референсных значений, да? И успокоились. Вот. И, к примеру, вам врач написал, да, вот этот вот длинный список сдать на гиперхолестерин и мию, а вы, соответственно, только долго из него видите знакомое слово холестерин, и думаете, да, знал я вот только, ну, хоть у меня был такой пациент, вот. Ну, вроде все остальное ему было непонятно, какие-то незнакомые слова, речь шла о холестерине, и он решил сдать, ну, как-то вот сам решил сдать только холестерин. Конечно, пошел потом сдавать. Вот. И, значит, в чем смысл? Вы старайтесь ориентироваться просто на референты, которые вам дает лаборатория. Опять же, напоминаю, что это может быть и общий анализ крови, да, и множество других анализов. Вы когда видите, к примеру, что у вас там 50%, да, лаборатория дала 80 или 90, но вы смотрите то, что это значение находится в референсе, да, у вас, и вы успокаиваетесь и говорите, нет у меня никакой патологии, а врач, который меня лечит, он, значит, просто-напросто обманщик какой-то, назначает мне тут какие-то бады или даже препараты, и бьет тревогу, и говорит, что я болен. Ну, во-первых, дорогие друзья, прежде всего, да, хочу сказать общий такой принцип работы, анализов крови любой, то есть она, нет какого-то одного анализа на здоровье, да, нет одного анализа, как вы говорите, для сердца, для холестерина, на диабет, то есть на тот же диабет, помимо глюкозы, которую мы сейчас будем обсуждать, сдается и индекс хомо-ир, и пептид-с, гликализированный гемоглобин, много еще различных показателей можно доздать, чтобы убедиться в том, что у человека есть диабет, что у человека, соответственно, как преддиабетическое состояние, это если мы будем говорить о раннем выявлении диабета, ну и, соответственно, все вот эти вот истории диабетические, я сейчас буду уходить, не хочу отвлекаться пока от референтных значений. Значит, для чего нам нужны эти референтные значения? Врач, к которому вы приходите, он сопоставляет, допустим, нахождение глюкозы, ну, к примеру, она здесь, и, к примеру, куда-то, куда выходит, прошу прощения, инсулин. И для нас важно иногда сопоставить значения глюкозы и инсулина, да, вот. И мы смотрим по этим показателям. То же самое, если речь идет о липопротеридах высокой и низкой плотности, идет о триглицеридах, холестерине и так далее. Мы можем, опять же, ну, хотя бы на примере липопротеридах высокой и низкой плотности, мы их сопоставляем. Одних должно быть меньше, других больше. Но это, об этом будет отдельный выпуск по холестерину, посвященный. Вот. То же самое, если вы увидите, что просто у вас липопротеридах мало, ну, где-то, опять же, чтобы вас не путать какими-то лишними цифрами, вы увидите, что липопротеридах низкой плотности у вас, к примеру, там, ну, там, 20%, но при этом высокой плотности 10%. И вы скажете, все же в референсных значениях находится, у меня все в порядке. А на самом деле нет, это вообще нужно будет уже разбираться, почему так протеидов мало, так как у меня вот очень близка мне тема спортивной эндокринологии. Такая ситуация бывает, когда люди злоупотребляют ингибиторами ароматазы, анострозолом. У них очень часто иногда падает вообще уровень липопротеридах. И в целом это нехорошо тоже. То есть это падение, оно не должно иметь такую корреляцию вниз, да, и эти вещи тоже нужно отслеживать и тормозить. Вот. К чему я это все вам рассказываю? Пожалуйста, не пугайтесь врачей, не пугайтесь меня, когда я вас дополнительно посылаю на какие-то анализы, и слушайтесь, и идите. Никто не собирается вас залечивать дополнительно больше, чем это нужно. Но по одному анализу бывает сложно что-либо сопоставить. Многие моменты нужно уточнить, доздать иногда. Иногда нужно анализы посмотреть в динамике. А иногда, когда вы видите норму на этих анализах, лаборатория, она не сейчас все подчеркивают вам, что они выходят из нормы. Но если врач вам говорит, что это ненормальные анализы, да, и врач хочет предупредить заболевание какое-то, возможно, которое у вас может появиться, не стоит думать, что он разводит какую-то панику, да, или как-либо вас там пытается, да, напугать, обмануться, лечить. Сейчас я вам на ярком примере расскажу про инсулинорезистентность, как она образовывается еще раз, и расскажу, как вы у меня ее все проглядываете, соответственно, почему люди постоянно проглядывают свою инсулинорезистентность. Те, кто смотрит мои видеоролики или видеоролики, соответственно, других врачей или видеоблогеров, да, знаменитых, вы уже все знаете, что такое инсулинорезистентность, сейчас о нем все говорят. Но для тех, кто не знает, можете посмотреть в остальных видеороликах о питании в Инстаграме эта кнопочка, и, соответственно, в плейлисте «Фитнес», соответственно, есть на Ютубе эта кнопка, там есть про диагет, про инсулинорезистентность, есть даже с американских анимированных передач я перевод делал для вас. Вот, значит, а сейчас вот о чем пойдет речь. Вот, смотрите, допустим, опять же, оставлю эти проценты, которые я условно создал, чтобы вы представляли то, о чем мы говорили, именно, ну, не конкретный какой-то показатель больше, да, не только глюкоза, вот все, да. А сейчас перейдем к глюкозе. Ну, я оставлю эти проценты, чтобы вам было примерно более понятно, как-то не концентрируйтесь на цифрах. В чем суть? Смотрите, вы едите постоянно сладкое, и постепенно сахар начинает двигаться вперед. Вот, ну, допустим, он у вас был там 4, все-таки, ладно, напишу, сахар был 4, и вот он двигается вперед, и где-то у вас уже здесь 5 и 5, а где-то будет 8, ну, понятно, что с 100% какой-то корреляцией мы там не будем, да, и имейте, писать там, где будет у нас летальный исход, обсуждать, вас пугать. Вот, объясню, как это работает. То есть вот вы повышаете вот так системно сахар, и он вот так вот вверх сюда двигается к нашим 100%. Чтобы расходовать вот этот сахар, у нас есть поджелудочная железа. Вот она. Она, поджелудочная железа, выбрасывает инсулин. Инсулин. Сам инсулин, он является гормоном. Гормоны не делают что-либо сами. Гормоны связываются с рецепторами в нашем организме, и гормоны, как некие такие прорабы, которые говорят, что тебе нужно сделать некую такую вещь, некое такое действие. В нашем случае они транспортируют глюкозу, и, соответственно, заставляют работать рецепторы. И, соответственно, как получается. Ну, соответственно, рецепторы, когда срабатывают, у нас глюкоза усваивается. Во время еды инсулин высвобождается в крови. С током крови инсулин попадает во все клетки нашего организма, транспортирует туда глюкозу. На диабете второго типа рецепторы инсулина, которые находятся внутри клеток, приобретают резистентность к нему, из-за чего снижается эффективность доставки глюкозы в клетки. Чем выше резистентность, тем больше должно быть инсулина в крови. Это будет обеспечивать срабатывание рецепторов, воспринимающих инсулин. То есть цепочка такая, инсулин говорит рецепторам, что, соответственно, им, рецепторам, нужно срабатывать и работать с глюкозой. Вот. А в чем смысл? Вы принимаете много углеводов, у вас в ответ на это в норме, если это, ну, не будем обсуждать, бывают, конечно, исключения, не будем более сложные патологические ситуации обсуждать, у нас на это вырабатывается на большую глюкозу инсулин. Классическая ситуация инсулинорезистентности выбрасываться, его все больше начинают. Чем больше сахара вы едите, чем чаще вы это делаете, тем больше у вас выбрасывается инсулина. И получается некий замкнутый круг. В каком плане? Сахар у вас начинает расти, потому что в какой-то момент поджелудочная железа, вот этот источник, да, изначально инсулина, она начинает перерабатывать, и она не может уже справиться со всей этой нагрузкой сахарной. И вот этот сахарок, он начинает у вас расти, соответственно, даже утром, да, когда вы его сдаете, мы видим, что сахар этот, он достаточно высокий. Соответственно, в чем дело? Вы на этот высокий сахар, который уже вы утром накидываете, еще себе сахар поджелудочный железа снова перерабатывает, снова выбрасывает инсулин, но дело не только в переработке поджелудочной железе. Вот эти рецепторы, я всем привожу пример, моим пациентам рассказываю о кнопке, да, что если я буду пальцем аккуратно нажимать на кнопку, то с ней, соответственно, ничего не случится. А если я начну бить по ней кулаком, да, она может быть какие-то пару раз у нас сработает, а потом работать не будет, сломается наша кнопка. И большое количество инсулина, которое в рецепторы постоянно бьет, по причинам того, что вы резко вверх повышаете сахар. То есть вы, допустим, съели всего одну конфетку, думаете, ну в одной конфетке уже очень мало калорий. Соответственно, что случится, что я съем эту конфетку? А сахар, соответственно, в ответ на повышение глюкозы вырабатывается инсулин. Опять запускается вот эта цепочка, он бьет по рецепторам. И рецепторы в какой-то момент перестают реагировать на низкое количество инсулина. А когда вы едите, бывает низкогликемические продукты, да, то есть там, допустим, какую-то правильную даже пищу, у вас снова должно выброситься достаточно, ну, много получается инсулина. А он не довыбрасывается, сахар у вас высокий. Вот. И подводя итог этому всему, да, что у нас получается здесь? У нас получается такая картина, что из-за того, что у нас недовыбрасывается, ну, то есть, у поджелудочной железы есть определенные свои пределы, да, воздействия количеством собственного инсулина на рецепторы. И, соответственно, когда вот эта поджелудочная железа не справляется со своим собственным инсулином, рецепторы не срабатывают, потому что им нужно очень много инсулина. Это называется состояние вторым диабетом. Вот. Второй диабет обратим, но есть преддиабетическое состояние инсулинорезистентность преддиабетически, преддиабет состояние, да, вот. И она находится как раз здесь, в референсных границах, где-то там, условно, 70%. И когда врач видит у вас, что у вас уже сахара очень много стало относительно, может быть, инсулина, или сам сахар уже там у вас, вот у меня недавно пациент приходит, у него сахар 10, вот, понимаете? То есть врач вам может назначить какие-либо препараты, БАДы и будет вам настаивать на том, чтобы вы соблюдали правильное питание, правильную диету. Вот почему вы сами можете не отследить, да, вовремя эту инсулинорезистентность, потому что тогда, как сам этот пациент, который вот у меня недавно с сахаром 10 приходил, он очень долгое время мне рассказывал, что половину своей жизни он жил с сахаром, он где-то у него был около, там, я не помню, 6-6,5, представляете, утром, то есть это все равно достаточно много, вот. И, соответственно, вот эта инсулинорезистентность, она у него половина жизни была. А потом это вот уже у старого двигаться все в сторону патологии. Поэтому, дорогие друзья, это видео может быть достаточно длинное, я снял, но все это к чему? Не старайтесь анализировать собственные анализы крови сами или по интернету. Все это делает врач. И, соответственно, видите, как это вот, ну, я постарался схему инсулинорезистентности еще раз обрисовать для вас вкратце. Конечно, немножечко это все сложнее. Есть другие мои видео, где я лучше об этом рассказываю. Вот. И это видео, оно скорее признано наглядно показать, как вот эти вот сложные, скрытые, замкнутые круги, да, нашей эндокринной системы сложно работают. И вам сложно осознать самим, как, ну, начинать себя лечить, не начинать себя лечить. Как понять, есть у вас патология, нет патологии. Если бы можно было так сделать, поверьте, мы бы для вас выпустили брошюру, да, и разгружали бы себя от диагностики какой-то дополнительной. Вот. Но, к сожалению, пока такой возможности нет, нет возможности выявлять заболевания, особенно на ранних стадиях, если вы пытаетесь читать их сами. И референсные значения лаборатории, даже если я вот сотру глюкозу, это не глюкоза, а здесь добавить знак вопроса, поставим любой показатель, там, о каком бы заболевании мы не шла речь, референсные значения должен смотреть врач, а не вы сами, не ориентироваться на показатели самой, соответственно, лаборатории, да, то есть показатели самой лаборатории, если уже в них выходит какой-то вопрос стоит, да, то есть уже где-то двигается к 90%, к 100%, до 100%, вот, за норму, да, то мы уже говорим о какой-либо патологии конкретной в организме и предупреждает заболевание уже поздно. И есть такие заболевания, которые бывает невозможно вылечить, это, допустим, как диабет первого типа, к сожалению, бывают такие пациенты и запущенные случаи диабета, и человек всю жизнь будет пользоваться так называемым экзогенным инсулином, вводить его извне, а иногда все же это состояние можно предупредить или хотя бы как-то придержать, снизить, и там еще это долго очень рассказывает дозировки, да, инсулина должны на какие-то достаточно низкие быть максимально низкие, использоваться. Поэтому, соответственно, вот, чтобы максимально, так скажем, нивелировать течение заболевания, лучше предупреждать его как можно раньше. Именно поэтому, еще раз повторюсь, врач, смысл этого видео о том, что именно врач должен смотреть ваши референсные значения, показатели крови, а не вы сами. Иначе вы будете приходить, как вот этот вот молодой мужчина, который пришел ко мне с сахаром 10. Дорогие друзья, всех вас благодарю за просмотр, жду на своих консультациях онлайн и в клинике. С вами был Medical Fitness Psychology, я, ведущий Кравцев Сергей, и да пребудет с вами здоровье!